Девушки отдыхают И мы объявляем начало нашего мероприятия! Ура! Участники, вы готовы? На старт! Внимание! Марш! Сегодня у нас прям боевое крещение не только в формате беговелой зимней гонки. Мы отрабатывали подготовку детей, потому что стартовали двухлетки, а то и младше. Это фан-заезды. Естественно, призы получали все. Главное – дойти до финиша. Мы как-то случайно в парке просто увидели, детки занимались. Ну и попросили попробовать, ей понравилось. Записали на первую тренировку. И вот ей прям так. И все уже, сама растекает. Ну, как бы, еще не... Но тут было больше страшного мне, чем ей. Как ощущения после гонки? Да, отличные! Мы даже не думали, что проедем не без отрезок. Да, Лева? Красавчик! Поздравляю с открытием! Летом уже ждем вас на 2+. По правилам Strider Racing, это международный формат, гонки смешанные. Категории 2+, было сегодня 16 участников. Категория 3+, 11. И самая старшая категория 4+, 10 человек. Девчонок было около 10 тоже человек. Естественно, еще фан-заезды, где стартовало больше 20 детей. И я считаю, что наши дети за то короткое время, мы с декабря занимаемся, все-таки получили отличную не только функциональную подготовку, спортивную, но и, прежде всего, психологическую. Готовили гонку с виражами, естественно. Были действительно неожиданности, были падения, были сходы с трассы, были заезды за ограждения. Но дети справились. Они умеют оценивать эту трассу. Они уже знают, как они ездят. Даже в самых младших категориях была настоящая рубка. Я победил! Ну, конечно, переживала, чтобы не упал, чтобы куда-то не съехал. Но я сама в шоке, как он четко руль держал, что все тренировки шли не напрасно, и все падения были только на тренировках, и они вот его закалили, скажем, чтобы именно когда надо, он собрался и поехал четко. И приехал первый. Я пусть не упал. Упал? Не упал. Не разу не упал. Для зимних гонок определилась только одна площадка. Это горный воздух. Достаточно удобно, чтобы дети поднялись. Можно было их собрать рядом помещение, согреть. Для меня было удивительно, как дети сражались за победу, как они огорчались, когда проиграли. Это незабываемое ощущение, когда дети стремятся к победе. Работай, ногами, работай! Работай, ногами, еще, еще, еще! Очень круто прошли гонки именно в плане накала страстей, особенно в старшей категории, чего мы ожидали. Наш чемпион сегодняшний, он упал и вылетел из полуфинального заезда, самого первого, но мы сделали такой бонус для остальных, кто не прошел сразу в финал. Мы их собрали в малый финал, и победитель малого финала выходил в большой финал. И вот Саша Добровольский после падения собрался, пришел первый в малом финале, и потом очень мощную борьбу навязал Игнату Лепявки. Игнат прям был у нас самый главный кандидат на первое место, но Саня его обошел. Так, кто? Саша или Игнат? Саша или Игнат? Саша! Игнат, красавчик, второе место! Молодец! Игнат, красавчик, второе место! Чуть-чуть осталось! Алло! Зая, мы чемпионы, первое место! Что самое сложное было сегодня? Самое сложное – победить мальчика. Вниз ездить. Вниз ездить, да, самое сложное. Обгонять. Толмазить. Сегодня очень все легко, идеальная организация, на мой взгляд, потому что мы никакого дискомфорта не ощутили, только драйв, эмоции, накал страстей, какое-что до мурашек. Поэтому все супер, спасибо большое организаторам. Большое спасибо Ивану за то, что в столь юном возрасте наши ребята закаляют спортивный дух и могут соревноваться на таких, я скажу, масштабных соревнованиях, такие организованные, что все настолько четко прошло, что мы получаем только удовольствие, все родители уходят счастливые, вне зависимости от того, как дети выступили. Спасибо большое проекту «Школа уличного спорта», что вообще сделали школу беговелов, потому что когда мы начинали, нам очень не хватало этого. Хотелось как-то больше трюков, больше движений, больше детей. И что сейчас есть, это очень здорово. Я благодарна, спасибо. Я считаю, вот это самая настоящая борьба. И то, что дети видят, понимают, как это красиво, как это сложно, как это интересно, это тоже одно большое достижение нашего проекта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!